Такие гости здесь впервые. На огромных байках приехали ночные волки, да еще и с подарками. Патриотично дарят диски с российскими детскими песнями и мультфильмами. Байкеры – постоянные участники патриотических и благотворительных акций. И на приглашение приехать в детский дом «Малютка» откликнулись сразу. Малыши нашли контакт с суровыми на вид мужчинами, а уж с мотоциклов и вовсе слезать не желали. Детям очень понравилось. Я думаю, разнообразие здесь все равно есть. Им хочется с техникой, может, пообщаться, что-то интересное, новое для них. Детям всегда нравится что-то пощелкать, покрутить, понажимать. Благотворительную акцию в Самарском доме ребенка «Малютка» организовало Управление наркоконтроля по Самарской области. Здесь находится порядка 40 детей с серьезными заболеваниями сердца и центральной нервной системы. Зачастую родители таких ребят страдают пагубными зависимостями. Однако малыши находят силы радоваться жизни, улыбаться и верить в добрых людей. Мое руководство приняло решение о том, что Управление соберет денежные средства и произведет закупку необходимых вещей для дома ребенка. 1 июня мы приехали сюда уже вместе с сотрудником спецназа, торжественно подарили все, что мы там насобирали, напокупали. И, наверное, с этого момента началась совсем такая большая дружба. К благотворительным акциям присоединяются все больше простых самарцев и представителей бизнес-сообщества. Новенький комфортный микроавтобус – как раз то, чего очень не хватало. Для того, чтобы, например, повезти в кардиологический центр, нужен большой автомобиль. Посадить троих детей, троих сотрудников. Не просто так их уместишь в легковой машине. В такой большой, конечно, «Газели» мы теперь будем ездить с комфортом во все консультации. Автомобиль подарила страховая компания, которая на благотворительность отчисляет процент с продажи страховых полисов. Вот в этой «Газели», например, сейчас здесь участие десятков тысяч людей города Самары. У нас все хорошо, у каждого человека. Это не значит, что везде все хорошо, что нет людей, которым нужна помощь. Маленьким деткам, например, в больницах или пожилым людям. Сотрудники «Дом ребенка» стараются сделать все, чтобы малыши чувствовали заботу, жили в комфорте. И помощь тут всегда кстати. Как рассказала главный врач, постоянно звонят люди с предложениями о помощи. Вот и на этот раз поддержку указали и самарские блогеры, которые купили необходимые средства гигиены. Неравнодушных самарцев немало и в планах продолжения благотворительных акций, в которых могут поучаствовать все желающие. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, События.